В доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная юбилейным мероприятиям Омского областного студенческого отряда, который в этом году отмечает 55-летие с момента создания и 15-летие с его возрождения. Министр по делам молодежи Дмитрий Крикорьянц поздравил всех бойцов студенческих отрядов, отметил их высокие заслуги и стремление работать на благо страны. Студенческий строительный отряд и создавался, и был потом воссоздан, я думаю, для того, чтобы помогать стране в решении определенных экономических и, не побоюсь этого слова, политических задач. Я уверен, что нынешнее поколение – это тоже абсолютно такие же люди, которые понимают, что мало научиться работать. Нужно научиться работать хорошо, нужно научиться работать там, где ты можешь применить свои знания, свой профессионализм. Создать что-то интересное и быть на передовом плане тех задач, которые страна ставит перед своим народом. За время своего существования Омский областной студенческий отряд объединил под своими знаменами 300 тысяч человек. А юбилейный год бойцы решили ознаменовать несколькими значимыми событиями для движения. Омские студенты активно проявили себя в рамках летнего трудового сезона. Сегодня Омский областной студенческий отряд – это 4200 человек, которые трудились этим летом в 35 субъектах Российской Федерации. Мы работали от Шикотана до Крыма. Практически везде были омичи, а учитывая, что Омский отряд проводников самый большой в России, из 10 тысяч проводников 1100 омичей, то они курсируют по всей стране постоянно. Мы точно были практически во всех субъектах Федерации. И омские синие форменные куртки бойцовки все видели, знают и нас узнают по всей стране. Также в этом году был запущен Всероссийский информационно-консультационный центр студенческих отрядов, организованный на средства президентского гранта. Благодаря работе Омского центра удалось значительно повысить уровень охраны труда и информированности бойцов о законах, регламентирующих трудовую деятельность. Итогом гранта стало издание книжки о безопасных условиях труда. И она сейчас разойдется по всей стране, чтобы тот опыт, который мы в Сибири отработали с центральным штабом, он внедрялся во все трудовые отряды. Создание школьных трудовых отрядов – особая гордость омского движения. Региональные отделения российского студенческого отряда берут пример самичей. Школьные трудовые отряды – это действительно круто сегодня в школьной среде. И туда ребята хотят, туда рвутся. Ну, осталось немножко решить вопросы, чтобы рабочих мест стало больше для них. А то, что ребята хотят и доказывают каждый год, действительно интересно. И наш опыт востребован. Его неоднократно запрашивала и общественная палата Российской Федерации, и в Госдуме мы уже докладывали. То, что сделано именно на территории Омской области по этому направлению. Этот обмен опытом очень многое дает для ребят. В первую очередь он дает понимание, что они причастны к чему-то огромному, большому, в чем участвовала практически вся страна в советский период. И сейчас они делают большие, хорошие дела. В этом году на всероссийском слете Омский студенческий отряд стал лучшим в комиссарской деятельности среди всех региональных отделений. В общем зачете конкурса наши бойцы заняли второе место. На встрече с журналистами также присутствовал ветеран студотрядовского движения Сергей Моисеенко. Он отметил, что лидирующие позиции наш отряд занимал с самого начала своего существования. В наше время тоже Омский областной студенческий отряд был один из лучших в Советском Союзе и один из лучших в России. Мы имели знамена, мы получали знамена Совета министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. И эти традиции молодежь, молодцы поддержали. Ветераны студенческих строительных отрядов очень радуют, что действительно это все восстановлено, и ребята работают достойно. Студотрядовцы также анонсировали ближайшие юбилейные мероприятия. 14 ноября на территории Омской крепости будет организован флешмоб, где планируется установить рекорд по количеству участников. 15 ноября отличившихся бойцов наградят в законодательном собрании. А вечером того же дня в концертном зале на праздничном концерте соберутся все, кто причастен к развитию студотрядовского движения в Омской области.